В конце прошлой недели состоялось внеочередное заседание Совета муниципального района Вуктыл. Депутаты должны были рассмотреть вопрос о принятии из государственной собственности Республики Коми в муниципальную собственность района автомобильных дорог по критериям, относящихся к дорогам местного значения, а именно дорогу, которую мы называем Зимником. На заседание приехали первый заместитель руководителя Дорожного агентства Игорь Нестеров и начальник отдела по учету и контролю за использованием государственного имущества Александра Выплова. Они пояснили, что два эти участка, левобережный и правобережный подход к реке Печоре, находятся в границах района и в соответствии с федеральным законом относятся к дорогам местного значения, и что после передачи на местный уровень финансирование не сократится. Значит, подход будет одинаковый ко всем, как к республиканским, как к передаваемым дорогам. Это все прозрачно, это все вы видите. Мы подготовим полный пакет документов со смертной документацией по содержанию и все вам покажем, и все передадим. Тут вопросов никаких. То есть уменьшение, уровень уменьшения, построение, например, 2014 года с 2015 и дальнейшего по содержанию дороги не было. Уровень будет даже чуть выше. В 2012 году Дорожное агентство заключили с муниципалитетом государственный контракт на техническую инвентаризацию автомобильных дорог. На текущий момент инвентаризация проведена и приведена в соответствии к требуемым критериям. Зимник не соответствует критериям, он квалифицируется как промысловая дорога. Для того, чтобы ее использовать как промысловую дорогу, она критериям соответствует. Как только мы ее примем, как дорогу общего пользования, к ней должна быть присвоена какая-то категория, хотя бы пятая, хотя бы низшая. На сегодняшний день данной дороги мы категорию присвоить к дороге общего пользования не можем. Соответственно, мы не можем обеспечить безопасность движения общего транспорта по данной дороге. Соответственно, как только мы ее принимаем, на нас выходят органы прокуратуры, которые обязывают нас провести ее в нормативное состояние. Мы предлагали, мы вели работу, у нас уже согласована была с газовиками проектная документация. Мы принимали участие, мы, как сказать, с ними вели работу, планируя, что дорога перейдет в республику. На сегодняшний день так этот вопрос и не решился. Поэтому мы обязаны исполнить закон в рамках, который обязывает нас, республику, исполнять законы. Если все-таки с газовиками мы придем к какому-то консенсусу, дорогу, вот этот участок они передают нам назад, соответственно, вот этот правобережный и левобережный мы забираем назад в республику. И у нас дорога республиканской собственности будет логично от Ухты и до Вухтыла. Передавая дорогу в муниципальную собственность, республика обещает помочь и с содержанием. Уже в декабре планируется перечислить бюджет района около 4 миллионов рублей на разработку проектно-смертной документации по асфальтированию участка. Значит, с передачи этой дороги, значит, республиканский бюджет выделяет средства на проектные дела, заказывается проект муниципалитета. Сразу же хочу сказать, что здесь мы окажем полную помощь в составлении технического задания, всего прочего, подготовке документации к аукциону на разработку ПСД на асфальтировании 28-ми километровом участке, ну, то есть левого берега. Это будет, наверное, в 2015 году. Выслушав все за и против, депутаты не согласились с предложением Дорожного агентства и не поддержали решение о передаче данного имущества в муниципалитет.